привет друзья давайте с вами сегодня опять продолжим тему вопрос-ответ кому интересно давайте поболтаем буду рада всех вас видеть на своем эфире тему я не задаю обычно задаете вы ее долина привет ваш привет все уже мои любимких кого я знаю привет привет натали тему будете задавать вы и я прям не знаю летаю уже какой день от счастья кайфую все так классно даже сладеньких конфеток себе сделала с натурального шоколада в первый раз жизни так понравилось вот сладость и внутри и вовне хочу вас зарядить позитивом какие конфеты ты сделала молодец да stories я выкладывала да приветики приветики всех приветствую все кто присоединяется тему задаете вы еще раз напоминаю и буду уже отвечать на вопросы потому что придумать вот так вот не знаю что давайте что вам интересно темы могут быть любые отношения деньги долги психосоматика питание болезни как понять почему болят суставы и второй вопрос когда ребенок не ест вообще в школе что мне это говорит супер пускай не ест расслабься зачем ему травиться тем чем кормят в школе те кто просто заболел простуда вам просто требуется отдых тут уже к бабке не ходи даже если психосоматику разбирать температуры там кашля горло так далее это очищение то есть организм когда имеет температуру сопли насморк температуру вот значит это очищение от того что мы пьем от того что мы едим от того что мы вдыхаем вот это внешнее проявление внутренних токсичных наших мыслей то есть нам нужно чистить свой разум просто отдохнуть на релаксе вот и перейдем что там психосоматика суставов суставы ваша гибкость где-то вы застряли в какой-то проблеме которую не можете решить либо какие-то желания и не двигаетесь в этом направлении не делайте вот такие маленькие шажочки и суставы нам говорят о том что пора быть более гибкой к этой жизни принимать то что вам не нравится оборачивать себе это на пользу ну и плюс эта проблема с кальцием проблема с витаминами это из-за стресса у нас происходит из-за еды поменяйте уберите всю молочку тот кто занимается пищеприем молочки сыров там что у нас творог сметана у того будут проблемы с суставами вы всю жизнь живете едите мусор вы просто даже не представляете что вы покупаете что вы едите и потом у вас у всех болезни но когда говоришь что что вы едите ребят то что приведет к болезням в ответ я слышу только одно живем один раз все равно все умрем я понимаю что мы все умрем но смысл же не долго жить а в качестве жизни да как вы живете полны энергии кайфа здоровья вот то есть пересмотрите свое питание потому что вы едите заедая проблемы заедая там радости какие-то то что нам шаблоны понавешивали будешь есть вырастешь будешь есть сильным станешь будешь есть здоровым будешь это бред эти шаблоны уже пора давно убрать со своей головы то есть получается нужно работать и с телом смотреть что мы в себя пихаем и ментально о чем мы думаем потому что из-за стресса в котором мы находимся бесконечно из-за наших мыслей от того что еще не произошло но мы уже решили что все будет плохо что уже не получится что уже не так там результаты нас порадуют и поэтому ничего не делаем отговариваем поэтому стресс поэтому восстановки энергии нету и что делать а где дофамин брать конечно в еде как гости еда как праздник еда делать нечего еда там радости еда грусть еда мы все заполняем пустоту душевную пустоту тех чувств которые мы не проявляем не чувствуем не хотим их увидеть мы все это заменяем едой пустоту внешним пытаемся заполнить внутреннюю но так не получится потому что все что вы поели только для болезни сделали себе плюс так поэтому маш что-то переживает что ребенок не в школе и не надо утром смузи выпил вечером тоже этого достаточно для того чтобы полноценно здоровым прожить всю жизнь не болея а вот что там будет школе давать вот скажи смузи фрукты овощи вряд ли тем более фрукты овощи надо есть целыми либо если вы их порезали то сразу потому что нитриты полезные вещи превращаются в нитраты сплошной яд то есть это сразу надо выпил съел если где-то даже фрукты будете овощи нарезаны они там непонятно когда их нарезали да когда их приготовили нельзя варить овощи нитриты превращаются в нитраты в яд что-то могут в школе дать полезного молочку дать химическую в которой чего сейчас только не мешает молока нет в магазине только на фермерском рынке но вот это вот молоко даже фермерского рынка не такое полезное как они умолюет так тема женская природа и войти в сознание расслабленности но я не знаю какой здесь вопрос что именно вы хотите четыре дня на соках ой ну супер я год я просто в шоке смузи каши каждый день мне нужны белки жиры углеводы естественно каждый день у меня белки это бобовые я проращиваю все виды семянки только можно во всем есть белок вы не переживайте если вы животные белки не будете есть это очень сытно если вы каждый день будете каши есть с фруктами и вещами которые нужно еще на ночь замачивать желательно на полчаса перед употреблением замочив еще с перекисью водорода чтобы вышли все эти канцерогены удобрения всякая гадость вот я не люблю кожуру например счищать если вы будете счищать кожуру у плодов то вы будете от нитритов себя у нитратов не обезопасивать но я люблю кожуру потому что в ней все витамины обычно косточки витамины сердцевина и внешне вот поэтому я замачиваю фрукты овощи чтобы они были безопасны на всю ночь потом еще держу в перекиси у меня целые тазики фруктов и овощей каждый день то есть обратите внимание на то что вы едите ребенок врет налево и направо если он ваше зеркало то где вы обманываете себя задайте себе такой вопрос потому что я не знаю что вы там делаете о чем думаете но это показатель того что вы так делаете с собой это первое а второе разберите слово ложь и правда что ложь это правда а правда это ложь почему это целое и где вы можете использовать ложь себе на пользу людям на пользу во благо вот пока вы ложь используйте себе минус ребенок просто ваш внутренний ребенок отражение вашего внутреннего ребенка вашей души и вашей легкости вашего интереса вот и он вам показывает просто в зеркало для суставов нужно почистить организм вот парень вам алекс отвечает все правильно я кайфую от того что вы осознанные смузи из чего любая зелень любые фрукты любые овощи все что хотите то есть проростки семян зелень туда и капуста и и брокколи я не знаю что хотите совершенно без разницы но чтобы у вас организм постоянно насыщался всем да вы не каждый день должны одно яблоко там есть или есть и салата делайте разнообразие продуктов фрукты овощи разные зелень разная проростки каши разные я на утро всегда замачиваю зеленую гречку она мне так полюбилась куча семян других пробовала обычно их оставляю на вечер вот а вот зеленая гречка для меня просто кайф она чуть прорастает я ее в миксере и туда уже все что можно орешки сухофрукты чтобы сладко было либо финик туда одного достаточно либо ложечку меда выжимку из косточек винограда чтобы сладко я люблю сладкую яблоки груши бананы ягоды клубнику тыкову морковку все на завтрак я встаю где-то часа через два только кушаю завтрак у меня часа через два встаю обычно в 12 потому что ложусь в 6 утра с детства у меня такой режим я утром только сплю в 12 встаю где-то в два часа дня у меня завтрак и потом в 10 вечера ужин все не каши вот так хватает но если я чем-то занята я даже вечером не ем и вот так вот год это просто кайф у меня куча времени на все не надо готовить не надо ничего вообще никогда не чувствуешь усталость после еды не нужно ложиться и два часа отдыхать такой бедный уставший после еды энергии ноль вот когда много энергии столько дел можно сделать интерес есть делать потому что силы есть ребенок 10 лет какается не чувствует как это происходит мыться сразу не хочет предлагаю предполагаю это старая служившая прошлый мусор а как объяснить что как это не хочет чистить так ну давайте через себя проработаете вы все время достаете старый мусор в настоящей реальности постоянно его мусолите и не хотите от него очищаться то есть подумай о чем ты думаешь заведи тетрадку и просто фиксируй свои мысли в течение недели и ты увидишь что ты постоянно вспоминаешь зачем ты это делаешь нафига тебе нужно то есть через себя попробуй а ребенок он просто тебя копирует неосознанно он просто находится в твоем в твоем поле да и делает то что в голове у тебя то есть отстань от него пока ненадолго нелли вы замужем нет я не замужем я была замужем не разведилась разведилась развелась уже три года назад или четыре как давно это было вот и я не хочу пока то есть любовь морковь все отлично ну пока штамп в паспорте не хочу ставить время еще не пришло для второго брака сохраните эфир то сохраним не переживайте нейрографика как ты относишься и это на самом деле работает смотрите сама по себе нейрографика как любая техника она не работает работает ваш фокус внимания когда мы концентрируемся на каком-то желании на цели мы в это время испытываем чувство недостатка то есть у нас нету этого желания мы его хотим если мы что-то хотим соответственно одновременно у нас чувство недостатка недостаток порождает недостаток то есть чем больше вы чего-то хотите тем меньше этого получите плюс еще у вас энергия на это все время сливается когда вы смотрите не на желание а расписали себе процесс как его достичь и каждый день по маленькому шажочку фокусируйтесь только на шагах то есть на процессе то есть вы уже не на недостатке фокусируетесь а на процессе тогда вы генерируете энергию и у вас желание исполняется когда вы рисуете нейрографику вы не на самом желании концентрируетесь она процессе как вы там все закругляете как вы это рисуете вы чувствуете себя классно вы молодец вы что-то для этого делаете вы делаете какой-то шаг, неважно, можно просто даже лечь и лежать в сторону своего желания, как говорится. Ну, хотя бы чуть-чуть надо шевелиться, вот, что-то хотя бы чуть-чуть сделать, не знаю, ручкой помахать своему желанию. Вы уже концентрируетесь на процессе хоть каком-то и чувствуете, что вы, вот мышцы качаете в качалке, вы не думаете о том, какие у вас там будут мышцы, а вы в процессе видите рост каждого маленького шажочка, чуть-чуть, чуть-чуть. Вы за этим наблюдаете, и вот это наблюдение и наращивает твои мышцы. Не сами физические упражнения наращивают мышцы, а то, что вы в мозг сигнал подаете, потому что мы мир творим с вами, своим фокусом внимания, своими мыслями, своей энергией. Физический мир нам ничего не делает, через него он проявляется, и мы через него себя изучаем, наблюдаем наш рост, наше движение. Поэтому нейрографику можете использовать, но не в качестве, чтобы это непременно исполнилось, потому что ожидания еще ваши на желании, они тормозят его, а потому что вы молодец, сделали какой-то маленький шажочек, пускай первый. Дальше больше, у вас будет больше энергии, потому что вы еще расслабляетесь в этом процессе, вам интересно, даже сам рисунок творческий, пока вы рисуете, потом нарисуйте, он красивый, он классный, вы еще раз красите его. Вам приятно любоваться на то, что вы сотворили, как творец, что-то новое создали. В этот момент происходит то, что вы генерируете энергию, и вот она, эта энергия уже дальше идет, помогает вам в добыче ресурсов, чтобы исполнять ваши желания. Поэтому рисуйте, пожалуйста, но не для того, чтобы желание исполнилось, а для того, чтобы энергию получить, наслаждаясь вот этим процессом. Так, ну это не панацея, конечно, надо еще делать дальше шаги. Нейрографика — это какой-то там, я не знаю, один из шагов, первых шагов, сконцентрироваться, расслабиться на цели какой-то и убрать ее. Вообще списки желаний писать нужно, но для того, чтобы их написать и забыть о них, не надо на них концентрироваться. Еще раз повторю, наши ожидания уменьшают максимально его исполнение. А когда вы живете в чувстве не недостатка, а достатка, здесь и сейчас, видя, сколько у вас уже в данный момент есть, есть ложка, есть кружка, есть свитеры, есть друзья, есть настроение, есть солнышко, сегодня есть чудесный день, вы живы, у вас еще есть тело, две руки рабочих, ноги, глаза, вы все видите, вы можете сживать вкусное яблоко. Когда вы концентрируетесь на достатке и проживаете каждый день в чувстве того, что у меня столько всего есть, в это время мозг одновременно не может думать о том, чего у вас нет, потому что вы сконцентрировались на другом. И вот это чувство достатка все время генерирует энергию, и уже вы имеете ресурсы, которые будут притягивать все возможности и людей в том числе, потому что все приходит через людей, все руками и людьми сделано для вас. Будут притягиваться люди и их творческие ресурсы к вам, которые вы уже можете использовать, и ваши желания будут исполняться. Достигаторство, сконцентрированное на конечной точке, это слишком трудоемкий процесс. Достигаторством тоже можно достичь желания тяжелым трудом, но энергию вы будете брать из других сфер жизни, потому что новой у вас нету, и у вас будет очень много всего другого ломаться, пока вы достигаете какое-то желание. Например, надо много заработать, купить квартиру, похезанное отношение, друзья, потеряно здоровье. То есть все сферы у вас идут в тар-тарары. Но добившись главного, вы будете испытывать такое уныние, потому что те желания, которые вы достигли таким путем, они вам долго счастья не принесут, они вообще не принесут вам счастья, потому что у вас все разрушено уже, пока вы эту цель добились, тяжелым, долгим трудом. Понятно, трудиться нужно, и надо напрягаться, потому что, чтобы даже в розетке ток был, энергия пошла, нужно напряжение, напрягаться надо. Делать это в удовольствие, и видеть, что вы делаете, хвалить себя каждый раз за то, что вы делаете, каждый ваш шаг хвалить. Какой я классный, какой я умничка. Как можно понять свое предназначение? Наше предназначение «Будь». Других предназначений у нас нет. То есть делать все, чтобы выжить, и не делать того, чтобы умирать. Мы каждый день делаем все, чтобы умирать. Мы пичкаем себя ядами, мы курим, мы пьем, мы токсичим, мы ничего не делаем, мы себя тормозим. Каждый раз, каждый наш шаг, если ведет нас в жизнь, мы исполняем свое предназначение «Будь». Потому что, когда вы есть, вы идете в жизнь, генерируете энергию, живете по радости, вы исполняете тем самым все желания других людей. Потому что вы звено в большой цепочке, в большом механизме, как шестереночка в часах. Вы исполняете всем желания. То есть благодаря тому, что вы живете, какие-то действия делаете, те, которые там по радости, те, которые вам нравятся, те, которые генерируют вам энергию. Вы что-то созидаете в этот момент. И естественно, то, что вы созидаете, нужно людям. Все люди исполняют точно так же ваше желание. Все, чтобы вы не хотели, попить чай. Мое самое любимое из эфира в эфир, одно и то же. Рассказываю. Для новичков здесь повторю. Вам кто-то создавал кружку, кто-то дизайн, кто-то чайник, кто-то электричество, кто-то дом строил, кто-то для него материалы, кто-то заводы для этого, деньги печатали, печатные станки изобретали. Каждый человек внес в лепту во всех временах, в параллельных реальностях, в данную секунду, как только вы что-то захотели, создается всё во всех параллельных реальностях, все люди, жизни, и они чего-то делают для того, чтобы в эту секунду появилась у вас кружка для чая. И вот всё, что вы вокруг наблюдаете, каждый человек внес в лепту, потому что он есть. Если бы не было этого человека, если бы он не шёл в направлении жизни, что-то бы не созидал, у вас бы не было ничего. Если хоть один человек отвалится из цепи целой, пока кружка до вас дойдёт, у вас её не будет. И поэтому мы своим предназначением, то, что мы есть, уже исполняем всем желания и получаем тоже от всех желания. Наше предназначение — быть. У меня есть постов пять, наверное, в ленте про предназначение, почему быть, почему так. Полистайте мою ленту. Сходите вниз. Точно так же есть статьи на канале Телеграм, ссылка в шапке профиля. Там у меня про предназначение очень много написано. Просто расписано ваше предназначение. Что делать, как быть. Почитайте. Верите ли вы в Бога? Ну, мы все потомки творцов, которые из другой планеты здесь были высажены, да, и те, которые тут творили жизнь, они, мы потомки не одного творца, да, а целых братьев там. в Богов, можно сказать, верю. Вот. Ну, есть еще тот Бог, которого, которого я считаю, он и дьявол, и Бог одновременно, который предал всех братьев бессмертных и сделал их смертными, и потом эволюция сделала из нас человеков впоследствии. Вот. И этот Бог нехороший, ну, если так можно оценить, хороший или плохой. но он поспособствовал, чтобы из бессмертных мы в смертных превратились. То есть гуд это или не гуд, я не знаю. Так. Если бы тебе сейчас все пришлось бы начинать с нуля в сфере работы и карьеры, с чего бы ты начала? Я решила сейчас взять направление с нуля, и я уже начала. Что я сделала? Я подумала, чем я хочу заниматься. Нашла, выписала, выписала свои компетенции, чем я хочу больше заниматься, что я умею, что мне нужно подучить. Начала расписывать бизнес-план, маркетинговый, финансовый, статистический план, планирование, как это сказать, не помню. Вот. И первые шаги обрисовала себе, что я в итоге хочу достичь, и разбила на составляющие шажочки. Каждый шажочек тоже можно будет еще на сто разбить шажочков. И как раз это я делаю в игре, которую я сейчас, на которую сейчас всех приглашаю. Мы берем колесо жизни, все наши сферы, мы взяли 20 за основу сферы жизни, нарисовали, какое у нас колесо круглое или там звездочкой, нарисовали круг, в который нужно все подтянуть, и обрисовали шаги, что нам нужно делать. И сейчас будем два месяца делать маленький шажочек в каждой сфере, по каждому направлению, присоединяйтесь, ссылка в шапке профиля. Вот, кто хочет поиграть в эту игру, разобрать все свои сферы жизни, отношения, семья, долги, здоровье, социум, друзья, что там, финансы, реализация, бизнес, работа, партнеры и так далее. Мы все это разбираем. Я даю очень глубокий курс, вот, для бизнесменов вообще просто прокатит. Ну, а если нет, хотите с нуля жизнь начинать, тем более. я, кстати, тоже в игре сейчас и делаю прям домашнее задание для своего колеса, чтобы его выровнять. Ой, Ульян, привет. Два месяца будет игра, прикольно. Да, мы месяц уже делаем задания, но я его, эти задания все выложила, 10 заданий, которые нужно сделать, подготовиться к игре, игру мы еще не начали. Вот, и все ленились целый месяц. Тут я уже все сказала, ребят, даю вам несколько дней, и мы начинаем. Кого нет, выкидываю с курса нахрен. Вот, и новые люди присоединились буквально на днях, и все резко начали все делать, как я пиздюлин раздала. Вот, и я думаю, еще неделю, и мы запустим игру, когда у нас уже будет подготовлено 30 желаний, и мы каждому желанию будем делать один маленький шажок. как их делать, эти шажочки, мы будем обсуждать, что можно сделать, чтобы не напрягаться. 5-10 минут в день этого будет достаточно, чтобы за два месяца закрыть, в принципе, желание. Причем, это не будет жесткой, такой, рутинной работой, это нужна усидчивость, это нужно контроль за собой, не лениться, это только единственное условие. Так что, заходите в игру, ну, реально, все сферы жизни прокачать и отношения, да, важные деньги и семья, это же все нужно, но мы про это забываем. И здоровье, и тело, и питание. Я уже рекламирую месяц, заходите, но мы собрались, я не знаю, сколько человек, 17 или 12, я не помню, то есть нас так мало, и не понимаю, почему. Игру сама ведешь, ну, конечно, я ее веду и участвую, и каждый день что-то пишу, для чего мы это делаем, как мы это делаем. Ссылка в шапке профиля после прямого эфира, заходите, там наверху есть кнопочка, там цена, там описание, там все, что мы будем делать. Вот, заходите и смотрите. Работа, конечно, в группе и индивидуальная, и так, и сяк. Более подробно давайте туда. лучше вопросик, который я могу с вами рассмотреть, потому что про игру вы можете почитать. На игре мы можем понять, желание истинное или нет? Ну, конечно, вы сразу поймете, когда будете сферы жизни оценивать по баллам, расписывать, что такое десяточка в идеале, да, эта сфера, как она в идеале, что такое двоечка, единичка, ноль, пять баллов. Мы это все расписываем, да, и приходит понимание, да, где нам что нужно подтянуть. Если какая-то сфера хромает, я вот пост недавно писала, у вас туда все время сливается энергия и другие сферы начинают разрушаться, чтобы как-то эту сферу наполнить, потому что мы не можем, одно все цепляет другое. Вот если где-то здесь пробел, у вас рядом сферы тоже вниз. И когда вы это все делаете, анализ, уже видно, да, что по-настоящему вам надо. Разберетесь. Там еще вопросов можно миллион задавать, и мы их там обсуждаем. Так, так. Все, что ли, вопросы? Конец. Для чего я хочу войну, чтобы на мою страну нападали, игра поможет найти причину? Нет, мы здесь будем все сферы разбирать. Финансы, доход, люди, окружение, социум и так далее, колесо жизни рисовать. Будем анализ проводить, глубокий. Естественно, мы такие вещи разбирать не будем. У нас просто времени на это не будет. Война у всех людей в голове. Мы создали такой мир всем коллективом, потому что идем за толпой, верим в эту толпу, которая не всегда права. Это внутренние наши конфликты. Я просто знаете, что здесь бы добавила? Вот если так вот взять, вот по чесноку, каждый человек каждый день делает все, чтобы себя прибить. Так что это уже меньшее из зол, что сейчас происходит. никто не хочет жить, генерировать энергию, созидать. У нас только мусор в голове, и поэтому вовне война и мусор. Вот токсичными мыслями себя кормим, от всего отказываемся делать, потому что там страшно, там не поймут, там неправильно вдруг это получится, не получится. и мы не созидаем ничего, тем самым мы мало исполняем другим желания, потому что наше созидание в этом мире, наше проявление, оно приносит блага всему миру. Мы убиваем этот мир собственноручно, и вот сейчас мы получаем то, что мы получаем. Сейчас просто период пересознать вообще, для чего вы живете, как вы живете, что вы делаете, что вы думаете, какую пользу вообще приносите себе и миру. Делайте, чтобы ваш организм был здоровым, делайте, чтобы ваши мозги были здоровы и что-то для этого. Нет, все в гонке за деньгами, чтобы было получше, чем у других. И культы всяких праздников, отдыхов, чтобы там супер-мега в бренд одеться, пойти в супер-ресторан, показать себя, ну это мышление, просто это же не могу сказать, кого. То есть мы понакатаны и деградируем с вами. Это не развивает, это факт, что весь смысл жизни после работы расслабится и набухаться. откуда родом? Расскажите немного о себе. Ой, такой классный вопрос. Я с Камчатки, там, где рядом Корея, Япония рядом, через Тихий океан, рядом Аляска в виде рыбы полуостров. Я выросла, естественно, без телефонов, без компьютеров, мне 40. И всё моё детство, там, я не знаю, до 20 лет прошло в лесу, в горах, на озёрах, на рыбалке, на сплавах, на подъёмах в гору, на катаниях, там, лыж, я не знаю, я прожила в лесу, можно так сказать, вокруг лес, вокруг сопки, вокруг природа, просто, ну, невероятная, там, так красиво, свежий воздух, вот. Потом у меня университет был 6 лет, и куча, куча, куча ещё других обучений, и в 26 лет я уехала с Камчатки. 14 лет назад, обалдеть, просто я сейчас, вот вы мне напомнили, я в шоке. И прожила 5 лет в Новороссийске, в Краснодаре, на юге. А потом, с 2012 года, нет, вру, 13-го, моя жизнь поменялась просто на 1500 оборотов, вот так вот, все взгляды, всё, вот вообще, всё, что можно, я начала жить по-другому. И в 2013-м я уже уехала с Новороссийска, год пожила в Москве, создала свою фирму, и вот 7 лет путешествовала из страны в страну, где-то месяц, где-то неделя, где-то полгода, где-то там 4 месяца. Побывала в 36 странах, и вот последний раз мы с мамой были, я вывезла маму в Таиланд, я в Россию не возвращалась, бывала на неделю, если нужно какой-то документ сделать, там, не знаю, загранпаспорт продлить, или какие-то с квартирой нужны были там документы маме. Вот я возвращалась на недельку в Россию раз в год за все эти 7 лет. И потом ковидло наступило. Мы с Таиланда приезжаем, на следующий день закрывают аэропорт. Я была в шоке, и снова мне пришлось пробыть полтора года где-то в Москве. Как только границы открыли, чтобы не делать никакие прибивки, я категорически не советую убивать свой организм экспериментами. Наш организм прекраснейший, просто супер-мега-сверх естественный аватар, который может всё. И вот эти внешние вмешательства совершенно нам не нужны, потому что целенаправленно нас всех истребляют. Ну, мы себя истребляем, понятное дело, а внешне это просто как отражает. Дальше, как только двери открылись, первая страна это была Турция. Я приехала на две недели, мне здесь очень понравилось, и не улетая домой, я здесь осталась, и уже полтора года здесь живу в Турции. Планирую пока здесь находиться ещё дальше, если в августе мини продлят визу, я дальше решу, то есть решаю проблемы, вернее, не проблемы, а задачи по мере поступления, и не представляю даже, как можно сидеть сейчас, мучиться, что там дальше делать, пока время не наступило. Я сейчас счастлива, сейчас классно в данный момент. Бизнес свой, рекламный, который начала в 2013 году, который приносил мне невероятные доходы, купила две квартиры, машину, то, сё, машину потом продала из-за того, что в путешествие уехала, нафиг она мне нужна, простояла год, вернулась её только продать. Я подарила бизнес через пять лет, потому что мне стало неинтересно заниматься рекламой, потому что с детства всякими разными штуками занималась, в пятом классе я увлекалась хиромантией, звёздами, гороскопами, не гороскопами, как это называется, астрологией. В школе всем гадала, там чуть ли не карты Таро, там всякие такие штуки делала, сеансы какие-то проводила, потом нутриентологией занималась три года, с 2000 года, а, шесть лет занималась, с 2000 по 2006. Что ещё про жизнь могу рассказать? Короче, где-то в путешествиях я поняла, бизнесом неинтересно заниматься, потому что у меня клиентов по работе с созданием больше, чем, даже не, не больше, столько же, но доход у меня не приносил никакой моя психология, моя работа с людьми, это просто было по фану. И в какой-то момент я просто проснулась и поняла, что я не хочу заниматься бизнесом, бабки вот эти, бабки, 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 мне больше деньги не интересуют, потому что я их и так на все желания могу сгенерировать, и неважно, какими путями придёт желание, деньгами или через ресурсы, через руки людей, поэтому я решила заниматься, вот чем сейчас занимаюсь, писать книги, заниматься собой, отдыхать больше, потому что 24 на 7 бизнес занимал время. В один момент я когда не спала 5 ночей, не ела, не спала, мне нужно было сделать работу, у меня было порядком 120 клиентов, в Яндекс.Директ нужно было сделать, и всё это отчитаться, была большая команда, и что-то все начали увольняться, потому что никто не мог мой ритм сдерживать, как сказать, пытаться подстроиться под него. Я всё брала больше, больше, больше людей в команду, но чем больше людей берёшь, тем больше ещё энергии нужно на них тратить, обучать, следить. Короче, я настолько выдохлась, что утром проснулась и думала, всё, я больше бизнесом заниматься не хочу, я хочу быть просто девочкой. и всё. И вот так. Теперь с людьми работаю, вот так больше мне нравится. Так. Планируете ли вы ребёнка? Знаете, вот слово планы для меня это что-то такое не далёкое, не где-то, как же это сказать? Я и планы это ну просто несовместимые вещи. Буду рада, если это случится, но сидеть там, ждать, планировать нет. Я так не делаю. Благодарю за книгу о курении. Спасибо. Я надеюсь, вы же не курите теперь. Так. ребят, мне нужно идти, я увидела сейчас время, мне нужно на массаж идти, я уже опаздываю. Тут ещё есть вопросы, которые я не успела ответить. Выйду в эфир через несколько дней, заходите, я правда не знаю, когда, у меня всё спонтанно. Вот. Даже не успеваю в сторис написать, что я скоро выйду, потому что вот в эту секунду, если я хочу что-то сделать, пришла мысль, я её сразу делаю. Я никогда долго не думаю, никогда не готовлюсь ни к чему. Я себя приучила, потому что первую половину жизни я была жутким перфекционистом и не понимала, почему у меня нет денег с детства, почему я не добиваюсь того, что я хочу. И потом моё сознание в 2013 году перевернулось просто на тысячу оборотов, ещё раз говорю. Когда я поняла, что пришла мысль, хочу, я беру и сразу делаю, только делаю, без отговорок, чтобы у меня не было времени сказать себе о чём-то, чтобы это не делать. Если есть эфир в голове, так, надо в эфир выйти, я боюсь, я стесняюсь, мне страшно каждый раз, как в первый раз. Я нажимаю кнопку вот прям в эту секунду, где бы я ни находилась, не готовясь, не марафеттись, часто мои эфиры увидите, не чёсаная, там без макияжа, не одетая, в пижаме сижу. Вот просто если надо, я выхожу. Если нужно, там курс какой-то, пришла идея курса, у меня минута проходит, и уже все посты во всех соцсетях, что, ребят, будет вот такой курс. Я ещё не знаю, что в нём будет, я ещё не знаю его плана, я ещё не знаю ничего. Я просто знаю, что у меня есть идея с какой-то темой. пока люди набираются, и даю людям подумать тоже дня 3-4 до курса всегда. Я не грею аудиторию 10 лет, никогда этого не делала. Я не знаю, как это делать, я не хочу это делать, мне неинтересно греть, потому что пока я людей с огревающими сторисами, постами, нагрею на свой курс, понимаете, у меня желания нету его проводить. И потом вот выжимаешь из себя, особенно, ну, многие этим грешат, деньги набрали, а потом неохота. Ну, уже получили уже денежки, уже всё, ну, а запал, упал, прошёл. Я так не делаю. Я пока на кураже, три дня, и я уже сразу собираю людей в чате, и уже даю задания, познакомиться, там вопросы, что позадавали, что-нибудь расскажу. до курса, который там будет через 3-5 дней, потому что мне нужен этот запал сразу воплощать. Вот. Поэтому следите просто за эфирами, для этого вам нужно зайти в настройки или где там колокольчик поставить, или войти в мой аккаунт, поставьте колокольчик, вам придёт уведомление, что я вышла в эфир. И продолжу ваши вопросы. Была рада всех вас увидеть, услышать, сейчас почитаем что-то. Твои эфиры заряжают. Да, конечно, вся энергия моя вам! Всем дарю, я для вас. Так, благодарю всё, что вы делаете, огромная благодарность. Вот прям на душе так тепло, так хорошо. Вы просто не представляете, я сейчас прям расплачусь. Ребят, что вы делаете? У меня просто энергия прёт, я не могу. Любовь такая к вам. Даже голос плачет. Вот, всё. Сейчас разрыдаюсь, надо уходить. Я прям чувствую, да, то, что вам нравится, и мне так классно. Вот, благодарите себя каждый день. Я не могу ничего сказать, а что это такое, блин? Благодарите себя каждый день за всё, что вы делаете. Благодарите людей вокруг за то, что они рядом, за то, что всё для вас, то, что вы вот сейчас имеете. Каждый постарался, внёс какую-то лепту. Даже для того, чтобы у вас там что-то было сейчас в руках, там ручка, карандаш, блокнот, тарелка, кружка, телефон. Люди не просто это делали, а их ещё рожали. Их не мамы постарались там влюбиться, родить ребёнка. Он потом вырос, воспитали его. Он потом для вас изобрёл то, что вы имеете. Понимаете? Надо такую благодарность к этим людям иметь. И тогда... Всё, сейчас плакаю. И тогда... Да что ж такое-то, блин? Вот. Поволчу. И тогда у вас будет куча энергии. Всё. Целую. Обнимаю. Пока.